Добрый день, уважаемые зрители! Проект «Союз Онлайн» продолжает свою работу в прямом эфире в студии Ирины Пономарёва. В церковном календаре соседствуют дни памяти Святейшего Патриарха Тихона. Сегодня, 9 октября, есть священномученика Петра, митрополита Крутицкого. Завтра, 10 октября. И думается, в этом соседстве и последовательности есть особый смысл. Когда в 1919 году патриарх Московский в Сея России Тихон предложил будущему священномученику Петру Полянскому стать его помощником в делах церковного управления, тому было уже 57 лет. Принять это предложение означало добровольно выбрать страдание и смерть. Ведь к тому времени многие священнослужители жестоко пострадали от новой власти. И все же Петр Федорович Полянский принял монашеский постриг, рукоположение и архиерейскую хератонию. Он стал митрополитом Крутицким, а затем патриаршем-местоблюстителем. Это произошло в 1925 году после кончины патриарха Тихона согласно завещанию святителя. Патриаршем-местоблюститель пребывал в тюрьмах и ссылках, не имея информации о том, что на самом деле происходит в стране, в церкви, получая порой лишь скудные и при этом извращенные сведения от советской власти. Предлагали ему оставить свое служение, но владыка понимал, на нем ответственность за единство и порядок в церкви. От постоянных мучений, а особенно от тревог за веренную ему паству, владыка Петр приобрел немало болезней, у него даже отнимались рука и нога. Несколько лет он не видел солнца, прогулки ему были разрешены только ночью в каком-то грязном закутке. Собственные соратники, вернее, те, кто должны были ими быть, но не всегда были, священнослужители, которые пошли на компромисс с властью, причиняли особенную боль. И так трудно было разбираться в то время, кто друг, а кто враг церкви. 10 октября 1937 года митрополита Петра расстреляли. Ныне он прославлен в лике святых. Подробнее о нем во фрагменте программы «Есть что сказать», которая была посвящена Поместному собору 1917-18 годов. В нашей студии был священник Александр Мазырин, доктор церковной истории. Отец Александр, вот в нескольких десятках метров от здания, где мы с вами находимся, расположен следственный изолятор Екатеринбургский. И не так давно на его воротах появилась мемориальная доска, где изображен священно-мучник Петр Полянский, местоблюститель Патриаршего престола. В надписи говорится также о том, что здесь содержались многие новомучники и исповедники Церкви Русской. Личность святителя Петра совершенно потрясающая, но, к сожалению, забытая. Я прошу вас рассказать об этом человеке. Действительно, имя священно-мучника Петра, который стал преемником святителя Тихона, долгие десятилетия замалчивалось. Хотя он 12 лет, с 1925 по 1937 год возглавлял Русскую Церковь. Но из этих 12 лет он провел на свободе лишь 8 месяцев. С момента кончины Патриарха Тихона в апреле 1925 по декабрь того же года, когда он был арестован и более на свободу не вышел. Причем большая часть его крестного пути, почти весь, прошли здесь, на Уральской земле. И именно Свердловск, как тогда назывался Екатеринбург, стал таким центром, где принималось решение о его судьбе, откуда он направлялся сначала на север Урала, уже в район Обской губы. Потом на юг, в Верхнеуральский политизолятор, где он и провел последние годы жизни, и встретил свою мученическую кончину. Но значительную часть времени своего заключения он провел действительно здесь, в столице Уральской области, Свердловске, в том числе и вот в той тюрьме, которая здесь недалеко от нас находится. Почему его имя фактически замалчивалось? Ну, само его имя, оно звучало как обличение богоборческой власти. Советская власть делала вид с самого начала, что не преследует религию, не преследует русскую церковь. Но уже сам по себе факт, что ее предстоятель 12 лет томился в тюрьмах и ссылках, и в конце концов был расстрелян, это, конечно, ярчайшее доказательство того, что русская церковь при советской власти была самым жесточайшим образом гонима. Поэтому с подачи власти долгие годы имя митрополита Петра замалчивалось. Делали вид, что после патриарха Тихона русскую церковь возглавил патриарх Сергий. Ну и вот так. Были какие-то там сложности в 20-е и 30-е годы, но об этом старались лишний раз не говорить. Богоборческая власть, она достаточно быстро, уже к началу 20-х годов осознала, что вопреки первоначальным расчетам уничтожить церковь сразу, быстро, всю, целиком не получится. Поэтому на вооружение была взята другая тактика. Тактика раскалывания церкви, разложения изнутри, ее всяческой дискредитации. В том числе и дискредитации руководства церкви. И вот уже патриарху Тихону власть стала навязывать такие шаги, которые должны были его опорочить в глазах верующих. Ну, например, пойти на союз с откровенными предателями церкви, обновленцами. Или там вести поминовение советской власти за богослужением. Выступить с анафемой против всех противников советской власти. В первую очередь, конечно, русской зарубежной церкви, которая своего крайне негативного отношения к большевикам никогда не скрывала. Патриарх Тихон, хотя и шел на определенные уступки, когда его спрашивали, вам приходится идти на уступки под давлением власти. Он говорил, не под давлением, а под удавлением. Под этим удавлением патриарх Тихон делал периодически разные компромиссные заявления. Но при этом он никогда не переходил той черты, которая могла привести к церковному расколу. То есть для патриарха Тихона наибольшее значение имело не то, как его воспринимает власть, и что власть собирается с ним делать, а то, как к нему относится православный народ. Силы он черпал в народной поддержке, ну, естественно, в помощи Божией, но и в единении с церковным народом. Поэтому патриарх Тихон очень чутко реагировал на народные настроения. Так, например, он под нажимом власти ввел новый календарный стиль в русской церкви. Но как только стало понятно, что народ этого не приемлет, он тотчас этот новый стиль приостановил. И вот мы так и живем уже почти, скоро сто лет будет, при приостановленном новом стиле. И вот такую же линию проводил и преемник патриарха Тихона, митрополит Петр. То есть фактически он стоял перед выбором. С одной стороны, власть оказывала на него колоссальное давление, требовала, ну, фактически превратить церковное руководство, московскую патриархию в некую такую марионеточную структуру, орудие политической борьбы в руках большевиков. Вот против кого мы вам скажем в церкви выступить, вы это сделаете. Скажем, вот это предать анафеме, предадите. И этого уволить, уволите. В обмен митрополиту Петру обещались разного рода поблажки. Проведение собора, легализация, амнистия, может быть, какая-то для заключенных священнослужителей. Но митрополит Петр понимал, чем чреват тот путь, на который его толкали. Полной дискредитации руководства церкви, новыми церковными расколами, новыми отпадениями, разложением церкви изнутри, падением ее авторитета. И в конечном итоге все бы это облегчило ту задачу, которую перед собой ставили большевики – церковь ликвидировать. И поэтому он очень быстро определился. Два-три месяца после того, как он стал миссоблюстителем, он еще пытался заниматься какую-то такую уклончивую позицию. Не говорил власти ни да, ни нет. Но потом понял, что так нельзя. И народ этого не понимает, и власть требует беспрекословного подчинения. И вот тогда действительно он решил, что надо делать то, что велит совесть, не задумываясь о том, чем лично для него это обернется. И вот он категорически отказался объединяться с предателями-обновленцами, несмотря на то, что обновленцев в тот момент очень активно поддерживала Константинопольская патриархия. Поэтому можно было сделать вид, что раз Константинопольская патриархия признает обновленцев, значит, это вполне такое церковное течение, с которым можно соединяться. Но митрополит Петр, как и все по-настоящему православные русские люди, понимали, что обновленцы, они от церкви отпали. Поэтому никакого объединения с ними быть не может. И он об этом прямо заявил. Также он отказался принимать условия легализации, которые ему выдвигала власть. Вот те самые очень тяжелые условия, которые фактически означали порабощение церкви этой власти. И как только власть это увидела, митрополит Петр был арестован. Это уже в декабре 1925 года. И дальше пошел по своему крестному пути. Итак, завтра день памяти священномученика Петра, митрополита Крутицкого, убиенного в 1937 году. Слыша за богослужением его имя, будем вспоминать его подвиг и просить святого о том, чтобы он и нас научил быть стойкими в вере. А в воскресенье 11 октября празднуется обретение мощей преподобномученицы Елизаветы Федоровны, еще одной подвижницы безбожного времени. И вместе с другими представителями императорского дома и их близкими, она пострадала 18 июля 1918 года под Алапаевском. Осенью, когда Алапаевск был освобожден от большевиков, теломучеников извлекли из шахты, куда они были сброшены. Позже, покидая Алапаевск вместе с отступающими белыми войсками, игумен Серафим Кузнецов сумел доставить к восточным границам России честные останки великого князя Сергея Михайловича и его секретаря Федора Ремеза, князей императорской крови Иоанна Константина Игоря Константиновичей, князя Владимира Полея, великой княгине Елизаветы Федоровны и инокине Варвары Яковлевой. На территории Китая упокоились шесть Алапаевских мучеников, а мощи преподобномученицы Елизаветы и Варвары отец Серафим перевез на Святую Землю. Место их пребывания – монастырь равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме. Спасибо за внимание, друзья. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин